Всем добрый день! Сегодня на моем канале будет рекламная пауза. Дело в том, что любимый Василек снова порадовал нашу семью. Скоро лето, вернее оно уже наступило, и мои дети в разное время, правда, но и один и другой с семьями поедут на юг, и кое-что для этого я им заказала. Сейчас вместе с вами посмотрим, что прислал нам любимый Василек. Итак, вскрываю посылку. Я уголочек тут отрезала. Упаковка у Василька всегда очень хорошая. Кроме верхней упаковки вот этого пакета почтового, внизу находится еще один пакет. В этот раз посылка у меня небольшая, чуть больше трех килограмм. Вот еще один пакет, упаковка, про которую я Вам говорила. Так что, кто заказывает, не бойтесь, если будет плохая погода, и Ваш товар может быть попадет в дождик или еще куда-то, ничего не промокнет, все будет очень-очень хорошо. Уже здесь такое красивое все. Видите, цвета какие летние, яркие. Вот что, смотрите. Ну, для начала я хочу сказать, что я выписалась себе вот такой вот палантин, широкий шар. Дело в том, что сейчас у Василька появилось очень-очень много платков различных и палантинов. Это я случайно обнаружила. Зашла в раздел «Платки», «Головные уборы», и там увидела. И мне понравился вот такой вот палантин. Размер у него 70 на 140. Смотрите, какие цветы. Так, сейчас я вот так. Вот так. Вот. Это уже ближе к осени или прохладным вечером сесть во дворе на качели с чашечкой чая или кофе. Так уютно и приятно и хорошо. Я размер Вам сказала. Чуть попозже найду цену, скажу, сколько чего стоит. Что стоит, какую цену, у какого товара. На ощупь очень мягкий. Очень-очень приятный. Я даже не знаю, с чего он сделан. Потом почитаю, скажу Вам. Шарф, палантин, платок. Вот как называется. Гладить можно. Стирать. Вискоза. Вот и нашла накладную. Вот этот палантин называется «Пейзаж». И стоит он 460 рублей. Следующий товар у нас идет пижама женская. Виктория. Брюки, авокадо. Посмотрим. Этот костюм я заказала для мамы. Кто меня смотрит, тот знает, что у нас в семье живет с нами вместе наша мама. Пожилой человек. Ей 93 года. Так вот, для нее вещи очень трудно подобрать в магазине. Потому что для такого возраста, можно сказать, ничего не шьется. В магазине не продается. Потому что она хочет, чтобы руки у нее были закрыты. Она хочет, чтобы шейка не очень сильно была открыта. А вот я нашла такой костюм, который ей как раз-таки и подойдет. Вот. Ну, современный рисунок, расцветка современная. Авокадо. Такие штанишки с бантиком. Вот. Бабушка примерно со мной одного размера. И брюки она носит. Костюм домашний. Она еще не знает, что ее ждет такой подарок. Вот такая кофточка. Видите, то, что я вам говорила. Воротничок. Воротничок. Пуговицы. То, что она любит. Змейки она не умеет застегивать. Рукавчик. Вот. Три четверти. Я, наверное, сейчас на себя померю и покажу. Вот так вот выглядит блузка от этого костюма. На мне. Надеюсь, и на маме тоже будет хорошо. А у нее ручки похудеют чуть-чуть. Ну, а так в плечах она такая же, как и я. Вот так. Очень хороший костюм я для нее подобрала. Для ее возраста. На блузке, я еще не сказала, вам есть нагрудный карманчик небольшой. Видите? Этот костюм стоит девятьсот шестьдесят семь рублей. Пятьдесят второй размер. Женские брюки с брюками. Авокадо называется. Дальше. Дальше я выписала постельное белье. Поплин. Полутораспальный. Белье должно быть светящееся. Это для младшего внука. Потому что для среднего внука я уже со светящимся рисунком выписывала на окончание учебного года. А теперь младшему еще выписываю. Это постельное комплект такой получила. Сейчас я вам покажу. Постельное белье. Поплин. Полутораспальный. Цвет темно-темный. Ну такой синий. Больше синий цвет. И смотрите какой рисунок я заказала. Сейчас открою и покажу. Этот комплект в двух цветах. Светлые такие наволочки. 70 на 70. Посмотрите, что на них нарисовано. Лампочки. Лампочки. Так. Две наволочки. Очень приятные на ощупь. Поплин очень интересный материал. Такая же простынь. Это вот в два раза свернуто здесь. Все в лампочках. Сейчас я вам покажу пододеяльник от этого комплекта. Смотрите. С одной стороны. Ткань компаньона называется. С другой стороны. И вот эти лампочки. Вот эти. Должны ночью светиться. Мальчик будет очень доволен. Думаю, что доволен будет. Вот этот комплект постельного белья стоит 1402 рубля. Полутора спальни. Дальше в товаре я выписала простынь на резинке. Первый раз такую простынь выписываю. Цвет мятный. Размер у нее. Так. Размер я выписала. 160. Кровать у нас. 160 на 2. Вот так она выглядит. Вот это вот уголочки. Простынь трикотажная. Надо потом одеть на матрас и посмотреть, как она будет смотреться. У меня до этого не было такой простыни. А теперь вот будет. Спасибо любимому Васильку. Надену на матрас, потом покажу вам. Ну и самое интересное. Для моих девочек. Для дочери, для снаки. Я выписала летние сарафаны. Полосочку. Вот этот сарафан для дочери. Вроде как похожи полоски. Но они все равно разные. Потому что там, где выбирала для дочери, не было размера для снохи. Там, где выбирала для снохи, для дочери не было размера. Поэтому они немножко разные. На лето. Вот такие яркие. Полосатые. Это для дочери. Трикотаж приятный. Тоненький. Мягенький. И цвет приятный. Вот этот розовый, голубой, синенький, зеленый. Вот здесь вот должны быть. Есть карманы. Я как помню, как заказывала. Карманчики сбоку. Снизу веревочки. Совершеннолетний сарафан. Думаю, что дочь будет моя довольна. Сарафан. Хлопок 100%. Добавок никаких нет. Чистый хлопок. Этот сарафан стоит 816 рублей. Следующий сарафан. Это для нашей Лены. Для снохи. Но здесь розового цвета нет. Видите? Вот такой сарафан. Желтый. И полоски пошире. Плечи похожи. Видите? Плечи похожи. Должны быть тоже карманы. Во! И карманчики такие же. Завязок, по-моему, снижу нет. Да. Здесь разрезики внизу только. Нет ни разреза даже. Просто вот так. Это свернуто так было. Вот так выглядит сарафан для нашей Лены. Для нашей невестки. Такой же тонкий на ощупь. Приятный. Материал очень похож. Сзади вот так смотрится. Так что девочки мои на море поедут. Будут самыми красивыми. От Василька. Стоит он 869 рублей. По-моему, так. Сейчас еще проверю цену. 869. Ну и последнее. Что я выписала? Последнее. Это должно быть платье. Это мое платье. Это я для себя заказала такое платье. Оно очень нежное. Оно, по-моему, даже как будто с вискозой. Хотя написано 100% хлопок. Вот с таким веселым рисунком. На такой веселой этой теме. Фон салатовый. И все такое интересное. Я сейчас померю и вам обязательно покажу. Оно очень интересно сделано. Так-то не видно. А вот надену и покажу вам обязательно. И стоит оно дешевле, чем сарафаны для наших девочек. 762 рубля всего платье стоит. Буду все лето щеголять в нем. Ну вот и я совершенно летняя. Вот так выглядит платье спереди. А вот так вот оно выглядит сзади, со спины. Запасы есть. Запасы есть. Ну, вроде поправляться не хочется. Хочется, наоборот, постройнеть немножко в лето. Так что буду щеголять в этом платье. В это лето. Лето 2021 у меня в таком цвете будет. Вот к нам зашла наша дочь Анюта. И я ее попросила примерить ее новый сарафан. И он на ней очень хорошо смотрится. Он такой веселый, как она сама. А я как? Хорошо. Тебе нравится? Да. Тебе моё платье нравится? И длина хорошо, да? Да. И мне нравится такое ощущение. Оно холодящий материал такой. Прохладный. Ну, в общем, девочки-трепишницы. И бабушку сейчас еще пойдем порадуем. Вот, смотрите, мы пришли к маме в комнату. Надели ей кофточку вот эту от костюма. Так. Мам, расскажи свои ощущения. Как тебе нравится? Материал нравится? Да, красивый. Это хлопок. Красивый. Рукавчик как? Ну, рукавчик пройдет. Пройдет? Ты такой хотела с закрытым рукавом, чтобы кофта была. А то все футболки с короткими рукавами, да? Да. И воротничок тут хороший. Так что мама наша тоже будет с обновками. Ну, штаны попозже померяем. А кофточку уже примерили, да? Да. Нравится тебе? Кофточка нравится? Да. Любимый Василек тебе угодил? Угодил. Очень угодил. Спасибо ему. Спасибо большое. Спасибо большое работникам любимого Василька. За то, что они все-таки сьют такие костюмы, которые подходят для более зрелого возраста. Вот эта простынь. У нас кровать метра шестьдесят. Заказала простынь тоже метра шестьдесят на два. Как раз все ровно-ровно вошло. Смотрите, как хорошо. Все сшито по размеру. Все очень аккуратно. Стоит эта простынь шестьсот шесть рублей. Вот застелили простынь от комплекта постельного. Хочу сказать, что запас здесь приличный на усадку. Вы видите, сантиметров шестнадцать-семнадцать даже. Так что простынь, немаленькая по размеру, очень хорошо. Даже кровать у нас метра шестьдесят, она почти что хватает. Хотя должно быть метров сорок пять. Здесь пошире. На усадку есть место. Вот так выглядят наволочки. На подушках. И сейчас посмотрим, как выглядит пододеяльник. Вот так выглядит пододеяльник. Все в лампочках. Я вам еще хотела сказать, что выбор мой пал на такой рисунок. Но, наверное, еще потому, что отец этого мальчика, наш сын, энергетик. Так что с детства пусть уже увлекается лампочками. Может быть, и его профессия будет связана с энергетикой, с электрикой. Возможно, все, пока он маленький. А потом уже определятся интересы. С другой стороны, пододеяльник так же выглядит, как и наволочки, как и простынь. Ткань компанина. Тоже лампочки сплошные. Между прочим, разные. Кто разбирается в этих лампочках, смотрите, они совершенно разные. С лампой накаливания. Вот такой, такой. Смотрите. Вот такая вот. Эти лампочки ночью будут светиться. Ну, а сейчас я хочу с вами попрощаться и сказать большое спасибо любимому Васильку за то, что он радует нас. Постоянно обновляется товар у него. Заходите, смотрите. В описании будет ссылка на любимый Василек, на компанию. Заказывайте там все, что угодно. Я говорю, что сейчас там появилось очень много платков разных, всяких. И других товаров много, которых раньше не было. Заходите, смотрите, выбирайте, покупайте. И вам с удовольствием все это пришлют. До новых встреч. Всего хорошего вам всем и хорошего настроения.